Главный приз – собственная жизнь. Люди прошли проверку на прочность вдали от цивилизации. На острове Заячий в Пуровском районе прошел туристический слет. Так впервые в округе решили отметить 85-летний юбилей района. Стать настоящим таежным героем попытались 60 участников из Тазовского района, Нового Уренгоя и хозяева территории. Три дня они провели в экстремальных условиях. Чтобы победить, им необходимо было добывать пищу и огонь, построить жилища из подручных материалов. Павел Прожогин наблюдал за битвой на выживание. Ему слово. После погрузки на баржу обратного пути нет. С цивилизацией участники игры прощаются на три дня. Организаторы постарались максимально усложнить жизнь будущим таежным героев. С собой нельзя брать ничего, кроме одежды и средств от комаров. Все попытки схитрить пресекаются сразу по прибытии на остров. Все. Она может отступать? Что там пусто? Да. Не, вот здесь. Вот здесь он репеллент. Задание первого дня – поезд к пище и постройка жилья. С возведением домов из полиэтилена и подручных материалов участники справляются без труда. Добывание еды происходит намного сложнее. Казалось бы, все просто. Нужно найти контрольную вешку, осмотреть местность рядом с ней и обнаружить пакет с продуктами. На практике все проходит не так гладко. Пакеты нашли не все. То есть кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Одна команда у нас выделилась, она нашла очень много пакетов, это 18 штук. Это многовато. А, к примеру, другая команда нашла всего лишь три пакета. То есть примерно они, четыре команды, нашли половину всего запрятанного. Самые сложные испытания участников ждали в последний день. Каждый этап финальной эстафеты требовал максимальной отдачи сил. Все, пошел! Прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо катайте. Отойдите к тому. Остановись! Дву палки! Дву палки! Зорбинг! Зорбинг, бег по пересеченной местности, элементы фрироупа. Все спецучастки необходимо преодолеть на максимальной скорости. Зачет по последнему. На завершающем этапе эстафеты игроки уже ползли. Правда, тоже по задумке организаторов. Несмотря на то, что игра командная, главный приз должен достаться одному. Им стал Василий Кривцун из Таркас-Але. По мнению участников, он лучше всех смог приспособиться к экстремальным условиям и повести за собой команду. По словам таежного героя версии 2012, рецепт победы достаточно прост. Я старался просто для команды. Видимо, люди поддержали меня. Сделали так, что я стал первым. Ну, я не знаю. Я как бы по жизни стараюсь людям помогать. Если что-то у кого-то не получается, надо человеку дать руку, поднять его, подтолкнуть где-то или что-то сделать, чтобы человек вылез, поднялся. Было лучше ему. Павел Прожогин, Дарья Варшавская, Роман Чернов, Константин Малыш, служба новостей «Импульс», острова Заячий, Пуровский район.